Добрый вечер! Это тоже, мне кажется, такая интересная возможность, которой не каждый город может похвастаться. Использовать на максимум манчегорцы и никельчане учатся проводить международные фестивали. Война и милосердие в Заполярном открылась выставка истории сестринского дела. Их много тут, они более зажаты. Домой берешь, они раскрываются совсем. 80 единиц счастья обитатели Никельского приюта для животных ждут помощи от неравнодушных людей. Ну и вот теперь все подробности, как мозг придумывает идею и чем фестиваль отличается от обычного городского праздника. Ответы на эти вопросы узнали ученики мастерской по подготовке ярких и масштабных праздников. Ее организовала для северян компания Норникель в Манчегорске и Печенском районе. Сверхзадача мастерской городских событий привлечь на территории присутствия компании Норникель туристов, а значит и инвестиции. Сделать это планируется с помощью международных фестивалей. Причем придумывать их и проводить должны местные жители, а не приглашенные столичные шоумены. Фестивальная команда сложится в процессе обсуждения идеи будущего фестиваля и разработки сценария. Мы задавались вопросом, ну что, ассоциируется, с чем ассоциируется у нас город. И в какой-то момент вышли к тому, что солнце, которое выходит там после полярной ночи. И они задали смешной вопрос, смешной в плане развития идеи. Вообще идеи появляются от смешных вопросов, от глупых вопросов, детских вопросов. Для кого светит солнце? И они начали, то есть фестиваль оптимистов придумывать. Откуда оно приходит и какое-то солнечное царство? У них, наверное, начала появляться фестиваль. И когда заговорили про никель, вообще про перевод никеля, про подземных троллей, тоже как бы тематика, которая у них пока возникла. Как помогает такой подход в разработке идеи уже смогли оценить участники фестивалей в никеле Нордкрафтфест, а в Манчегорске и Мандра Ватерфест и и Мандра Викингфест. Кстати, их тоже провели выпускники образовательных курсов по созданию ярких праздничных событий прошлых лет. Это один из проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании Нордникель, который уже три года действует в Манчегорске и Печенском районе. Секрет успеха оказался прост. В этой, казалось бы, важной и серьезной работе надо быть просто немножко ребенком. Мы слишком рациональны, мы сосредоточены. Задав вопрос, откуда приходит солнце, мы скажем, ну как, из-за горизонта солнце встает, заходит, начнем размышлять. Кому оно светит, мы-то сразу, ну всем людям. А ребенок начнет искать, он там маме светит, папе светит, может быть, там ребенок постарше начнет придумывать что-то другое, кому он светит, зверюшкам еще. И вот из таких вот вещей, ну широты вот этих взглядов, неограниченность там принятым нормами, отсюда и появляется идея, отсюда появляется оригинальность, креатив. Поэтому всем нужно иногда немножко быть детьми в этом плане. Во время первого семинара, а всего их будет шесть, участники пришли к нескольким так называемым предконцепциям фестиваля, которые в дальнейшем будут дорабатывать. Причем на никельской площадке команды мастерской смогут провести два масштабных праздника. Тем более, что никель может отлично вписаться в мировые тренды по развитию событийного и промышленного туризма. А значит, развитие получит малый и средний бизнес. Здесь, конечно, огромные возможности, которые недоиспользуются. То есть у вас есть близко граница. Это, мне кажется, удачнее ситуация, сложно себе представить. Знаю, что есть те, кто хотят развиваться именно в своей территории. И это тоже, мне кажется, стартовая хорошая возможность. Ну и, в принципе, что здесь есть комбинат, который тоже может привлекать интересы, внимание людей. Это тоже, мне кажется, такая интересная возможность, которой не каждый город может похвастаться. Впереди у сложившихся команд дальнейшая проработка тем и формирование готовой праздничной идеи, которую они представят на очередной встрече с наставником уже в начале февраля. Петр Широбоков, Александр Саницкий, Ильхам Курмашев, ТВ21, Никель. Сквозь метель в Мурманск приехали социальные предприниматели из Манчегорска и Печенского района, чтобы придать ускорение своему бизнесу. Акселератор – это одна из составляющих благотворительной программы «Мир новых возможностей», которую компания «Норникель» реализует в городах-спутниках. Утренний Мурманск встретил предпринимателей из Манчегорска и Печенского района не только метелью, но и приветственным кофе и вот такими вкусными сладостями. Но главные плюшки ждали их в зале. Это абсолютно практичные рецепты, как развивать свой бизнес. Екатерина Танкопий из Никеля решила начать свое дело после изучения курса «Социальное предпринимательство», организованного Норникелем по программе «Мир новых возможностей». Успешно защитила свой проект и получила беспроцентный заем от компании на создание языкового клуба, где можно изучать английский и норвежский языки. Образование у меня не экономическое, я юрист. И это, конечно, здорово, с одной стороны, но все равно знаний не хватает именно для развития своего бизнеса. Хочется чего-то большего, и мы сейчас планируем открыть еще одну школу в Заполярном, школу иностранных языков, и надеемся, что она будет также востребована. В этом году планируем еще получить один беспроцентный заем. То есть мы растем, но знаний не хватает, компетенции не хватает, поэтому приехала учиться. Несмотря на то, что бизнес идет успешно, учиться приехали и авторы проекта «Берег развлечений» соцпредприниматели из Манчегорска Леонид Гнебеда и Владимир Шустров. Это приятно, что Норникель не останавливается в развитии тех, кто когда-то вписался в социальное предпринимательство. Раскрыть побольше угол обзора для тех, кому показалось, что дальше уже вроде бы все сочинили и двигаться некуда. От своих норильских коллег в соцсетях мы посмотрели, они написали там, что это была для них шоковая терапия. Мы в ожидании чего-то интересного. Рад на самом деле, что понравилось Норильску. Нет, просто спикеры, эксперты приезжают и дают те инструменты, которые предприниматель может использовать в своей повседневной жизни. Здесь нет у нас никакой теории, мы от этого избавлены. Научат их продвижение в соцсетях, диджитал маркетингу, так называемому. Затем, что у них будет тоже модное название «Кастома Дзевелопмент», это исследование и управление потребительскими предпочтениями. Поработаем с экономикой, финансами их проектов, рассмотрим типичные ошибки социальных предпринимателей. За пять лет работы программы Норникеля по развитию социального предпринимательства в Мончегорске Никеле и Заполярном были созданы и успешно работают 17 меняющих жизнь к лучшему проектов. Это гостиницы, развлекательные, медицинские и образовательные центры. Компания их, как мы говорим, не бросает, и мы надеемся на их дальнейшее развитие и готовы им помогать, в том числе как методически, так и финансово. В том числе и помогая, вот именно повышая уровень знаний, наверное, о бизнесе, уровень компетенции их, опять же, потому что понятно, что живя и работая в маленьких относительно городах, достаточно тяжело и выкроить время, и получить возможность качественного, серьезного обучения по бизнес-программам. Трехдневный образовательный интенсив, во время которого будут даны практические инструменты для развития своего дела, сменит заочный этап. Социальные предприниматели будут онлайн с опытными наставниками работать над повышением экономической эффективности своего бизнеса. На то, чтобы увеличить выручку, прибыль, показатели рентабельности и прирост количества клиентов, у них есть 10 недель. Петр Широбоков, Александр Саницкий, Николай Яблоков. ТВ-21. В Заполярном в минувшее воскресенье открылась выставка, посвященная истории сестринского движения нашей страны. Война и милосердие представлены в портретах и судьбах людей. Война была действительно для русской армии уже при обороне Севастополя очень кровопролитной. Почему? Потому что в войну мешалась Англия и Франция. И таких малых и больших кровопролитных войн с участием России только за последние полтора века было больше десятка. И именно в них удивительным образом проявлялись забота и сострадание. Это, конечно, наверное, во многом отличает русский народ, когда человек остается человеком в самых нечеловеческих условиях. Да, времена мы не выбираем, но мы выбираем оставаться нам людьми или не оставаться в той или иной ситуации. Поэтому, конечно, и для нас это очень важно. Идея обратиться к теме милосердия на войне родилась в приходе Свято-Троицкого храма города Заполярного. Вместе с настоятелем храма Александром Марковым и воспитанниками воскресной школы прихожане часто посещают полуострова Средней Рыбачей. И однажды они задались вопросом, что заставляло молодых женщин, таких как, например, санинструктор Екатерина Демина, спасать раненых на передовой. Это морпех номер один в России. Так вот он так и значится, если в интернет посмотреть. Она прошла очень серьезную такую школу. Она начала в морской пехоте. Больше батальона спасла. Герой Советского Союза. Надо было нести свою сумку и надо было еще нести его автомат. Это вот такая вот тройная ноша. И вот насколько Господь давал сил вот этим вот молодым медсестрам. Работа по поиску биографии, справочных материалов длилась больше года. К инициативе подключилось императорское православное палестинское общество и градообразующее предприятие. Это наши волонтеры. Это в рамках благотворительности проект «Комбинат добра» Кольской горно-металлургической компании. Есть направление в рамках благотворительности. Мы собрали работников Кольской наших волонтеров. Мы переговорили и решили, что мы работниками Кольской поможем организовать эту выставку. Знакомиться с выставкой можно в течение месяца. И особенно в ДК «Октябрь» ждут школьников. Ведь подвиги, о которых говорят на уроках мужества в школах, воспитывают дух. А примеры милосердия на войне – душу. Петр Широбоков, Александр Саницкий, Лихам Курмашев, ТВ-21 «Заполярный». 90-летний юбилей отметил Лапланский заповедник. Он один из крупнейших в Европе. Именно здесь силами ученых сохраняют нетронутую хрупкую северную природу и с удовольствием встречают тех, кто хочет больше знать об обитателях заполярных лесов и рек. Лапланский заповедник – земля Саамов. 10 тысяч лет назад здесь царствовал ледник. После таяния льдов на этом месте выросли леса. Возраст некоторых деревьев достигает 400, а то и 600 лет. Именно этот древний лес ученые стараются сохранить нетронутым. Берегут и лесных обитателей, зверей и птиц. Ведь в природе все связано неразрывно. Представьте себе, вот в центре Кольского полуострова, где проживает сегодня около 200 тысяч человек, где крупные промышленные предприятия расположены. И рядом здесь один из крупнейших заповедников в Европейской части Российской Федерации. Около 3000 квадратных километров. Мы чуть-чуть меньше Кавказского заповедника. Удивительно, но история Лапландского заповедника началась вместе с промышленным освоением Севера. Примерно в 20-е годы прошлого века с первыми экспедициями на Кольский полуостров приехали ученые. Исследуя природу Севера для развития сельского хозяйства, они пришли к выводу, что это особенное место необходимо сохранить нетронутым. Сберечь для будущих поколений. Лапландский заповедник – место не только уникальное, но и историческое. Именно здесь работали знаменитые русские ученые Герман Крепс, Олег Семенов-Теншанский. Но мало кто знает, что созданный в 1930 году заповедник вскоре после его образования хотели закрыть. Но Герману Крепсу удалось убедить руководство в том, что такой заповедный уголок на Кольском полуострове просто необходим. Домик, построенный для первой зимовки в 1930-м, сохранился в Чунозерской усадьбе до сих пор. Именно здесь первый директор заповедника и его создатель Герман Крепс жил с первыми сотрудниками. Самым Архипом Архиповым, охотоведом Андреем Васильевым и молодым натуралистом Олегом Семеновым-Теншанским. Кстати, именно он начал работу по сохранению редкого вида с северного оленя. И сейчас в заповеднике оленей около тысячи. Снег глубокий, а олени-то, они же выкапывают ягель и прочее из-под снега. То есть, чем выше снежный покров, чем он плотнее, тем им хуже. Они сейчас как раз беременны, они где-то в конце мая будут рожать. Это тяжелый момент в жизни, особенно для важных, для самок. Животные, птицы и рыбы чувствуют себя в заповеднике в безопасности. 31 вид млекопитающих, 226 видов птиц, 626 видов растений и многие из них редкие. Только здесь может без помех нереститься кумжа. Только здесь обитают европейские бобры, занесенные в Красную книгу Мурманской области. Реаклиматизированная популяция сейчас немногочисленная, всего около 20 особей. Но вид ученым удалось сохранить. Почему пристал очкаре? Потому что он обитал на Кольском полуострове. Но в 1880 году последний боб на реке Туломе был уничтожен. Ну, в результате просто перепромысла. Геннадий Катаев работает в заповеднике с 1973 года. Наблюдает за жизнью грызунов. А это почти половина фауны Лапландского заповедника. Ему довелось работать с корифиями заполярной зоологии. Говорит, бобров в эти места поселил Герман Крепс еще в 1934 году. И таких фактов в Лапландском заповеднике множество. О них с удовольствием рассказывают туристам. Проводят игры, квесты, прогулки на снегоступах. Оборудовать туристические маршруты помогает одно из крупнейших предприятий региона – Кольская ГМК. Для гостей, больших и маленьких, здесь оборудована тропа «Лесная почемучка». Создан инфоцентр. Впереди новые проекты. У нас появится в этом году, в 2020-м, откроется самская экспозиция под открытым небом, которая называется «В краю летучего камня». Значит, она у нас оборудуется в рамках программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». В прошлом году в заповеднике побывали более 5000 туристов. А только за январские праздники 2020 года – более 1500. Заповедник становится все более притягательным местом. А секрет в том, что этот необыкновенный уголок обладает особой душой. Недаром здесь многие названия гор, ручьев, озер и рек связаны с амским словом «Ель», что значит «жизнь». И жизнь здесь кипит повсюду. И Нина Морозова и Борис Савельев, ТВ21. Четвероногим Печенского района нужны заботливые руки или гуманитарная помощь. Волонтеры приюта для животных поселка Никеля обращаются за поддержкой к неравнодушным землякам. Просят не для себя, а для тех, кто сам попросить может только лаем или мяуканьем. Вот так встречают всех постояльцы Никельского приюта для животных лапки и усики. Четвероногие с удовольствием общаются с незнакомцами, а в своих волонтерах души не чают. Работать в приют взрослые и школьники идут по велению сердца. Гонорар за труды – это безграничная любовь, которой четвероногие щедро одаривают своих спасителей. Несмотря на то, что в жизни многих собак и кошек есть история о человеческом предательстве, они надеются обрести новый дом. Он очень общительный, очень добрый, ласковый. Любит общение. Нордик появился в приюте два года назад. Пес с разными глазами смело запрыгнул в машину к местным жителям. По повадкам было видно, что к путешествиям он привык. Месяцы поисков ни к чему не привели. Волонтеры предположили, что дворнягу вывезли подальше от дома и бросили. Сегодня в приюте живут 65 собак. Но цифра эта иногда уменьшается. Жители Печенского района берут в дом не только молодых и здоровых. Два года назад у нас забрали собаку, причем она инвалидка. У нее проблемы были с задними лапами. Ее забрали в семью. Собака живет дома. И собаке было на тот момент уже 10 лет. То есть собак берут взрослые. Охотно разбирают и котов. Хмуркие барсики величественно восседают в отдельном помещении. Они не так ярко проявляют эмоции, как собаки, но в человеческом внимании нуждаются не меньше. Чудеса случаются. Около 10 представителей семейства кошачьих разобрали по домам перед Новым годом. И еще 14 ждут своих хозяев. Один из них – это дым. В приюте он живет два года. Его нашли в подвале, но, говорят, он был домашним. И даже пах пирожками, когда его нашли. Спокойный покладистый дым – не только примерный кот, но и отличный крысолов. Каждый усатый обладает своими неповторимыми качествами. И физические изъяны не мешают им полноценно жить. Черныш когда-то обморозил лапку. Ну и на трех он прекрасно ходит, общается с человеком и другими обитателями приюта. Каждый со своим характером, ну вот, уживаются. Вполне хорошо. Да, черныш? Мурчит. Мурлычит, а все скажет, да. В небольшом помещении стоит обогреватель, который по-хозяйски облюбовала пушистая красотка Багира. Кошки – существа теплолюбивые. В старом помещении 1953 года постройки зимой без электроприборов им пришлось бы не сладко. Мерзнутые волонтеры, для них тоже скоро будет готова теплая комната. Приют принял участие в благотворительной программе «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Поучаствовали в этом конкурсе. Выиграли и нам, ГМК, согласно этому проекту. У нас была такая статья «Ремонт помещения для волонтеров». Вот, и благодаря этому проекту у нас появилась такая хорошая возможность отремонтировать помещение. Скоро туда придется сейчас отопление, чтобы здесь дети могли собираться. Гранта хватило не только на ремонт. Несколько выставок животных помогли многим собакам и кошкам обрести дом. За один декабрь семьи нашли 22 обитателя приюта. Осталось почти 80. Каждый нуждается в полноценном питании. Отдельно варим каши и потом, все это значит каша, потом, естественно, бульон с мясом туда добавляем, перемешиваем. Каждой собаке, вот, по порции им. Два раза в день. Средства на еду приюту приходится искать постоянно. Волонтеры обращаются за помощью к неравнодушным людям. Если у вас есть возможность и желание поделиться крупами, они всегда придутся кстати. Четвероногие с удовольствием едят гречневые, рисовые, пшенные или геркулесовые каши. Информацию о том, как их передать, можно найти в группе во Вконтакте. Она называется «Никельский приют. Хлопки и усики». Кстати, там же можно найти себе и верного друга. Анастасия Степанова, Сергей Расюк, ТВ-21. Вот на этом очередной выпуск «Субботний». Программа «Дежурный по печенге» подошел к своему завершению. В студии был Петр Широбоков. Хороших всем нам выходных и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова